Офис туркомпании «Анмар», которая сегодня прославилась на всю страну и которую обвинили в мошенничестве, находится в одном из бизнес-центров столицы. По словам здешних охранников, арендаторы не приходят уже сюда несколько дней. Третий этаж столичного бизнес-центра действительно пустует несколько дней. Дверь туркомпании закрыта и, похоже, откроется не скоро. Несколько жителей Астаны, в том числе семья из четырех человек, доверили свой отпуск в Европу именно этой турфирме. Планировали посетить Чехию. Только одна семья заплатила около 7 тысяч евро и 900 тысяч тенге. Мои доверители все-таки считают, что в их отношении имеет место именно мошенничество, то есть преступные действия, связанные с обманом, а не гражданско-правовые отношения, как хотят представить представители данной туристической компании. В чем мы видим элементы обмана? Во-первых, руководитель туристической компании попросила полную оплату за авиабилеты. Их заверили, что это именно настоящие авиабилеты на польские авиалинии, на двух взрослых человек и на трех малолетних детей. Полиции говорят, что поступило заявление от трех жителей столицы. В настоящее время ведется следствие. Уже завели уголовное дело по факту мошенничества. Если вину руководителя турфирмы докажут, то ей грозит до 7 лет лишения свободы. Сумма ущерба сейчас в данное время составляет более 10 миллионов тенге. Данный факт был зарегистрирован в единый рейсер досудебного расследования. В настоящее время проводится следственным отделом управления внутренних дел района Сарарка проводится досудебное расследование по факту мошенничества в крупном размере. Полицейские предполагают, это не единственный пострадавший от рук директора турфирмы. Их может быть гораздо больше. В столичном ДВД попросили обманутых обращаться к ним незамедлительно. Анвар Шаликенов, Нурлан Утиген, телеканал Алматы, Астана.